Всем привет! Первая тема этого выпуска передача параметров в скрипт для Node.js Для этого в качестве исходного мы возьмем такой вот простой файл и сделаем так, что порт для запуска он будет брать из командной строки То есть запускать его нужно вот так и этот порт будет использоваться для Listen Для этого первым делом я добавлю этот параметр в конфигурацию запуска, здесь я просто напишу порт равно 3000 Чтобы получить то, что передано в командной строке, подойдет замечательная переменная process.rgv Сейчас я запущу, и мы видим, что вот вывелись параметры Обратите внимание, сначала идет сама Node, потом идет файл, а потом идет порт Отсюда легко увидеть, что простейший способ получить значение параметра, это пробежаться по массиву и выдрать соответствующую строчку Но конечно есть и более удобный путь, а именно поставить модуль, который называется оптимист Node.optimist Сейчас мы посмотрим, что про него говорит Google А говорит он вот что, что есть такой модуль оптимист И вот так вот можно получить параметры с его помощью И если параметр передан вот так, то rgv.riff будет как раз вот это Как говорится, проще некуда Кроме того, можно делать и более хитрые вещи, и если вам интересно, то посмотрите описание этого модуля А теперь я использую здесь оптимист вместо process rgv и посмотрим, что из этого выйдет Для этого мне понадобится изменить синтаксис, потому что оптимист поддерживает либо вот такой синтаксис, либо вот такой синтаксис Сейчас я поставлю дефис перед порт двойной, ну вот так, длинный способ записи опций И теперь получаю опции через rgv Запускаю Как видим, все отлично Осталось использовать здесь переменную И поменять порт в listen Перезапускаем И смотрим, как наш сервер работает теперь на новом порту Отлично работает Просто и удобно, не правда ли? А теперь сделаем следующий шаг Здесь используется запуск ноут, но для разработки мы обычно используем другой модуль, например, Supervisor Чтобы он автоматически перезапускал сервер Соответственно, чтобы, используя Supervisor, передать параметры, нужно запускать так Supervisor, двойной дефис, дальше скрипт и параметры Обращая ваше внимание, двойной дефис обязателен Вот так работать не будет Поэтому, захожу в конфигурацию и делаю соответствующие изменения Модуль Supervisor у меня глобально уже стоит И обязательно двойной дефис Окей, запускаю И Supervisor нам отчитался Вот так я его запустил И он говорит Ага, вот это вот я выполняю Итак, мы можем получить параметры командной строки Во-первых, из массива ProcessRGV Во-вторых, используя модуль Optimist И в-третьих, можно получить настройки из переменных окружения Как правило, большинство переменных окружений ставятся операционной системой В частности, почти везде есть переменные окружения с именем Home Получить ее можно так Process Env Home Запускаем И вот оно вывело домашнюю директорию текущего пользователя Можно использовать и свои переменные окружения Например, во фреймворке Express, который мы будем рассматривать несколько позже Используется переменное окружение с названием NodeEnv В ней хранится информация о том, в каком режиме сейчас запуск Например, Development — режим разработки Или Production — это режим уже боевого сервера В коде мы можем проверить И если NodeEnv равно Production, то подключить дополнительные оптимизации А иначе, если NodeEnv — это Development, то подключить дополнительный отладочный вывод Для того, чтобы задать переменные окружения, мы будем использовать один из нескольких способов Первое. Если запуск через IDE, то можно задать переменные окружения в ней же То есть вот здесь кликаю, плюсик, NodeEnv И здесь указываю значение, например, Production Если же запуск происходит вне IDE, то указание переменных окружений делается по-разному в зависимости от операционной системы Например, для операционной системы Windows это будет Set NodeEnv равно Production И дальше все дальнейшие команды, которые запущены в этом терминале, будут иметь вот такое значение NodeEnv Под Unix системами, если оболочка bash, то аналог будет вот такой Export, переменное равно значение И дальше тоже все дальнейшие запуски будут наследовать эту переменную Либо, если хочется сделать один запуск с конкретным значением, то переменное равно значение И дальше строка Итак, мы рассмотрели три варианта получения параметров процесса в Node.js Первое. Из командной строки через ProcessArg Второе. Из командной строки, но через модуль Optimist, который умеет обрабатывать некто стандартный вид настроек И, наконец, третье. Это получение параметров из переменных окружения, которые содержатся в ProcessEnv Продолжение следует... Продолжение следует...